Смерть благоверного царевича Дмитрия – одна из самых мрачных страниц российской истории. Личная трагедия семьи, трагедия целого города. Ведь из-за его убийства восстал город Углич, возмущенный душегубством, а восстание подавили. Причем наказан был даже колокол, который созывал горожан на мятеж, ему отрезали язык, а потом сослали в Сибирь с формировкой первосыльный, неодушевленный с Углича. Наконец, смерть стала трагедией всей страны. С убийством этого младшего сына Ивана Грозного пресеклась династия Рериковичей. Началась политическая возня за московский трон. Тут и там стали являться якобы чудом спасшиеся царевичи Дмитрии. Попросту самозванцы, один из которых Лжедмитрий I даже утвердился на древнем московском престоле. Однако был разоблачен и убит. 19 мая 1606 года, сразу после свержения Лжедмитрия I, как бы случайная группа москвичей выкрикнула царем князя Василия Жуйского. Человек это было, видимо, малосимпатичный, как его описал историк Костомаров. Мелочный, скупой до скряжничества, завистливый и подозрительный, постоянно лживый, постоянно делавший промехи. Он, Шуйский, менее чем кто-нибудь способен был приобрести любовь подвластных, находясь в сане государя. Именно этот человек был главой следственной комиссии по делу о гибели царевича Дмитрия. Комиссия первоначально признала смерть просто несчастным случаем. Однако это не помешало Шуйскому, когда был у власти Лжедмитрий, признавать того вообще чудом спасшимся царевичем. А сразу после прихода своего к власти, его отношение к несчастному убитому мальчику вновь перевернулось с ног на голову. В Углич выехал один из видных деятелей церкви, родственник царям, будущий митрополит и патриарх Хиларет. Он должен был удостовериться, что останки царевича на месте, а значит и нет никаких чудом спасшихся отроков. Он провел вскрытие и написал Василию Шуйскому. Голова и волосы его, царевича Дмитрия, целы и черная жерелица, низанная жемчугом. Срачится на нем белого шелка, обогрена кровью его, вверху швейная серебром и златом одежда царская, порфира златотканная, опоясан поясом златым, сапоги красного цвета, чулки шелковые, прихитро тканны. Все сие целое и невредимо обретоша. Мощи убиенного отрока были взяты для упокоения в Москву. Процессию описывали так. Несли раку люди знатные, воины, граждане и земледельцы. В городах в Ростове и Переславце мощи царевича встречали и провожали торжественными крестными ходами. Так что в действительности это шествие было одним продолжительным и торжественнейшим крестным ходом, какой когда-либо бывал на Руси. Как отмечал историк Соловьев, уже в столице Шуйский решился даже сам нести всею Москвою до Архангельского собора тела царевича. Россия обрела одного из самых чтимых в XVII веке святых, у мощей которого вскоре стали фиксировать чудесные исцеления. Однако, увы, исцеления России от смуты не произошло. Можно было ожидать, что раз факт гибели святого царевича зафиксирован и даже обретены его мощи, то страна наконец очистится от этого проклятия самозванцев. И не будут больше тут и там появляться очередные чудом спасшиеся царевичи. Однако Россия страна большая, и далеко не все на ее окраинах были убеждены, что мощи сии истина святого, убитого несколько десятилетий назад мальчика. И уже вовсю орудовал Лжедмитрий II, а потом ему на смену придут еще несколько Лжедмитриев поменьше. И великая смута продолжалась.